Возвращаемся в студию. Я рад приветствовать нашего гостя. У нас в студии Сергей Кравчук, мэр города Хабаровска. Добрый день. Но мы сейчас сначала в Ньюсрум обратимся. Потому что у нас по плану программы сейчас обязательно должно быть включение. Да, обязательно должно быть включение. Антон Петрович у нас на связи. Поводом для интерактивного голосования стала новость, которая пришла от вас, Сергей Анатольевич, а именно то, что вы завели свою страничку в Инстаграме. Сейчас пока для широкого круга общественности профиль недоступен. Это закрытый аккаунт. Как нам сообщили в вашей пресс-службе, идут подготовительные работы. Но лично мы, журналисты, конечно же, с нетерпением ждем, когда он откроется. Но думаю, что и горожане ждут, когда смогут получать от вас информацию, что называется, из первых рук. И вот поэтому мы решили спросить сегодня у жителей нашего большого города, чего они ждут от вашей странички в первую очередь? Какой-то официальной информации? Ну, как это принято и как это заведено? Или все-таки им было бы интересно узнать что-то личное от вас? Ну, быть может быть, фотографии с семьей, может быть, что-то о вашем хобби, ну и так далее, и тому подобное. Посмотрим, что из этого выйдет. Голосование начнется сразу после программы «Место происшествия». Антон, спасибо большое. Ну, Сергей Анатольевич, сам вот запрос бросил вам на добавление в друзья, пока не одобрили. Смотрю, у вас никто, еще ни одного подписчика нет. Когда же начнется? Вы знаете, я сам с волнением этого жду, потому что, действительно, я сам пожелал этого. Это, прежде всего, для меня необходимо, как мэра города Хабаровска, чувствовать и видеть настроение жителей, да не только жителей, но и гостей города Хабаровска. Потому что для меня важна проблема благоустройства дорог, важна проблема благоустройства дворовых территорий, важна проблема вообще инженерного оборудования, которое находится на территории города Хабаровска, как система водопровода, водоотведения, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение. Важен вопрос содержания дорог частного сектора, контейнерных площадок. То есть, все то, что входит в полномочия муниципалитета и обязанности мэра, мне это будет интересно. И когда я это буду видеть ежеминутно, ежесекундно, мне будет оперативнее работать с нашими структурами, со своими замами, начальниками управления. И это будет все-таки на пользу городу Хабаровску, жителям города Хабаровск. Сергей Анатольевич, сразу предупрежу, готовьтесь банить. Любой человек, который заводит аккаунт, кто бы он ни был, обязательно будут негативны. Да нет, это уже человек публичный. Ребята, вы знаете, к бане я готов. Я в администрации... Я говорил банить. А, банить. Я готов, я готов к этому, потому что 18 лет в органах местного самоуправления, 10 лет замглавой в одном районе, 7 лет главой в самом крупном районе. Вы знаете, я к этому привык, и уже многие жители привыкли к моему общению, к моей манере общения, к той открытости. Я напомню, 63 встречи предвыборных прошел, провел. Я на всех встречах отдал свой сотовый телефон. На этих встречах присутствовало около 10 тысяч человек. Понимаете? Сергей Анатольевич, ловим на слове. Раз вы открыты, тогда дадим вам задать вопрос представителю социальных сетей, да? Да, есть у нас вопрос из социальных сетей. Первый вопрос. Почему нет бесплатного проезда в общественном транспорте по студенческим билетам? Ну или хотя бы льгот каких-то? Вопрос очень серьезный. Сегодня транспорт у нас переживает не самые легкие времена. Вы знаете, мы предприятия, два предприятия обанкрутили в силу того, что действительно они уже останавливались. Сегодня организовано новое муниципальное предприятие ГЭТ, городской электрический транспорт. Оно работает и буквально вот месяц-полтора, как только стало работать с прибылью. Мы переговорили с частными перевозчиками. Им за это огромное спасибо. Они идут к нам пока на уступки и говорят, что мы рассмотрим вопрос о льготном проезду. Сегодня, например, мы перевозим льготников, инвалидов. Общество слепых нам обратилось и сегодня частные перевозчики перевозят эту категорию бесплатно. Поэтому я сегодня не буду говорить о том, что муниципальный перевозчик ГЭТ готов всех студентов перевозить бесплатно. Но давайте мы встанем на ноги, посмотрим экономику. И тогда уже, уважаемые студенты, я понимаю, что это от них вопрос. Мы вернемся к этому разговору, но для этого нужна, еще раз повторяю, хорошая экономика. Телефонный звонок у нас есть. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Говорите. Здравствуйте. Сергей Анатольевич, вот наш город Хабаровск за последние годы похорошел. И желаем вам успехов в дальнейшей работе. Спасибо. Ну, я бы хотела, может быть, пожелание передать. Вот наш общественный транспорт, новые автобусы сейчас закупили, но общественный транспорт грязный, окна немытые, рекламные вот эти листи развешаны на окнах. Это настолько потят внешний вид. Вот, мне кажется, здесь надо как-то порядок навести. Не кажется ли вам? Спасибо. Да, спасибо, спасибо за пожелание, я вам благодарен за это. Я с вами полностью согласен, что сегодня в общественном транспорте необходимо наводить порядок. Мое дано распоряжение, сегодня ежедневно управление транспортом мониторит работу всех и всех перевозчиков, пассажиров. Это и частные предприниматели, и это муниципальный транспорт. Я, вот такой мой посыл, культура, культура перевозки должна стоять на первом месте. А что такое культура? Это и остановка на остановочных карманах, это и внешний, и внутренний вид автобусов. Вы правильно заметили, мы покупаем новые автобусы. Вот буквально на днях пришли к нам новые автобусы, муниципалитет приобрел 15 новых автобусов на газомоторном топливе. И мы будем тенденцию эту продолжать. Частный предприниматель буквально купил 30 новых автобусов на газомоторном топливе. То есть тенденция, то, что я обещал в своих предвыборных, предвыборной компании максимально перевести весь подвижной состав по перевозке пассажиров на газомоторное топливо, это мы постепенно будем притворять жизнь, потому что это экология, это комфорт, это удешевление проезда. А электротранспорт? Ну, по электротранспорту мы прорабатываем вопрос. В силу климатических условий не всегда электротранспорт, он оправдывает. Мы посмотрим, нам предлагают... В течение минуты Хабаровск вошел в число лидеров по скорости внедрения электротранспорта, но в основном, правда, личного. Это личного транспорта, да. Мы прорабатываем этот вопрос, у нас есть предложение от китайских товарищей, что мы готовы поставить автобусы на электрическом ходу. Но, еще раз повторяю, есть вопросы, мы здесь с наукой советуемся. Есть вопрос еще с инфраструктурой, потому что нужно будет создавать специальные заправочные станции, там электрозаправочные станции. Все упирается, достаточно поставить, люди сами будут покупать электротранспорт. Да, причем это не очень дорого, хотя первая электрозаправка скоро появится. У нас телефонный звонок, примем еще. Да, Галина Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас. Уважаемый Сергей Анатольевич, к вам обращается жительница Данчука-4. Мы с вами по этому поводу с 2000 года пытаемся добиться вашего внимания. Вы нам обещали к 2005 году сделать благоустройство в нашем дворе по Данчука-4. У нас нет двора как такового, но у нас проходит дорога, которая в ужасном состоянии. Значит, первый ваш ответ был, как администратор железнодорожного района, вы обещали благоустройству нашего заняться к 2005 году. Значит, сейчас 2018. Звонок принят, дайте ответить. Галина Николаевна, спасибо за звонок. Давайте я его возьму себе на отработку, потому что я сейчас не готов сказать, есть ли в программе эта дворовая территория, проезд. Хочу сказать, что в этом году мы очень много сделали благоустройства дворовых территорий именно совместно с собственниками многоквартирных домов и по двум программам. Я хотел сказать, что на самом деле это проблема с собственниками. Если мэрия будет за свой счет облагораживать каждый двор, мне кажется, никакого городского бюджета не хватит. Да, и есть же опять же специальные программы, в рамках которых все делается на условиях софинансирования. Это, кстати, очень неплохо, когда человек знает, что его копейка личная заложена в благоустройстве двора, пусть и небольшая, но хотя бы будет больше плюсов в плане сохранности. Поэтому это тоже очень важно. Да, я хочу, спасибо. Хочу добавить, что у нас в городе уже много лет существует грантовая помощь собственникам по благоустройству дворовых территорий, и город выделяет до 40 миллионов рублей в помощь собственникам. Нина Хабаров, да, но тянет руку. Да, есть у нас вопрос от телезрителей. Когда достроят дома бывшего Дальспецстроя? Люди волнуются. Да, действительно, сегодня эта проблема стоит на особом контроле. Мы за ней контролируем губернатор Хабаровского края Сергей Иванович Фургал, неоднократно проводим совещание. С мертвой точки сдвинулось. И то, что сегодня правоприемник ФСУ Дальспецстроя ГВСУ номер 6 постепенно сдает дома, уже один дом сдали, на очереди второй дом. Я надеюсь, что в течение одного-двух лет все дома, которые были построены ФСУ Дальспецстроем, будут сданы, и дольщики получат свои квартиры, в свои ключи от квартир. Можно я сразу задам еще один вопрос, просто тоже про жилищный фонд. Когда будет работать программа по переселению с аварийных домов? Сегодня и правительство Российской Федерации, и правительство Хабаровского края, в том числе и администрация города, занимаются этой серьезнейшей проблемой. Сегодня на уровне местного органа самоуправления, то есть администрации города, мы пошли одним из наиболее приемлемых на сегодняшний день путей – это развитие застроенных территорий. То есть к нам пришли инвесторы, и сегодня мы по этой программе сносим ветхое жилье, не дожидаясь федеральной программы. То есть мы 29 домов снесли и снесем по Гупровскому городку, мы снесли по батарейному бараке, мы снесем дом по Краснореченской переулок Трубный. Это инвесторы, которые пришли из других регионов к нам в город Хабаровск и готовы работать вот именно по этой программе. Насколько я знаю, там часто местные жители проявляют наглость. Ну, скажи, аппетиты проявляют. Ну да, потому что, как правило, там оказывается прописана вся семья, там человек 20, и требует там благоустроенное... А я знаю, что некоторые даже покупают специально квартиры в тех домах, которые пойдут под снос, чтобы больше затребовать их застройщик. Да, есть такое, но застройщик с пониманием к этому относится. Есть даже такое, что человек, семья проживает в квартире, там 18 квадратных метров, а требует чуть ли не под 100 квадратных метров, обращаются в суд. То есть, ну, давайте мы к этим людям с пониманием будем относиться. Есть судебные дела, застройщик выигрывает эти процессы, суд на стороне застройщика, он понимает, что, вы правильно говорите, аппетит приходит во время игры. Ну, и тоже я хочу обратиться к жителям, которые проживают в этих домах неблагополучных, аварийных. Надо с пониманием к этому относиться. Если бы застройщик не пришел и не стал сносить эти жилые дома, ну, сколько бы мы еще жили в этих домах. Поэтому надо говорить спасибо именно застройщику. Сергей Анатольевич, еще один телефонный звонок. Вячеслав у нас на связи. Здравствуйте. Уважаемый господин мэр, ну, вот скажите, я являюсь работником муниципального транспорта. Вот как бы вы охарактеризовали судьбу вообще образованного ГЭД, который вот как бы в непонятной вообще ситуации находится? Очень странная ситуация происходит в этой отрасли. Спасибо. Ну, собственно, вы про это уже сказали. Да, ну, я скажу два слова, Вячеслав. Ну, если вы работаете в муниципальном предприятии, зарплата сегодня выплачивается. Все рейсы выполняются по графикам. Я еще раз повторяю, автобусы мы приобрели новые. И мы все эти автобусы поставим на маршрут номер один. То есть полностью маршрут будет заменен на новые автобусы. И в перспективах покупка автобусов именно на газомоторном топливе. Мы ремонтируем рельсовый путь, мы ремонтируем... Вообще мы уделяем сегодня огромное внимание пассажирскому автотранспорту, потому что понимаем, что без этого инфраструктура и сами пассажиры будут просто-напросто недовольны работой управления транспортом. У нас время прерваться на короткую рекламу. Я в завершение только ответная просьба к водителям муниципального транспорта. Водители автобусов, ну не нарушайте правила. Ну не только муниципального транспорта, но и всего остального. Продолжим после рекламы. Пожалуйста, нарушайте. Сергей Анатольевич, не могу не передать вопрос, который уже месяц меня просят задать. Хабаровчане обеспокоены тем, что после трагедии в Зимней Вишне, вот прошла серия проверок торговых центров, а сейчас практически во всех, вот в подтверждение присылают фотографии, дополнительные аварийные выходы опять закрыты. В результате там и при нормальной работе торгового центра трудно дойти и выйти, а если, не дай бог, случится опять пожар, ну там опять все сгорят. Спасибо большое за такой вопрос. Это полное безобразие. Я очень огорчен. Почему? Потому что вы правильно говорите, человеческая жизнь – это самое ценное, самое дорогое, что есть у нас. И когда мы видим, что собственники развлекательных центров, торговых центров начинают безобразничать, для меня это, ну вот я начинаю, извините за выражение, злиться так, что, ну порой выхожу из себя, потому что, еще раз повторяю, человеческая жизнь – это самое дорогое. И я обязательно разберусь в этом вопросе, дам поручение. Мы в свое время создавали комиссию по проверке противопожарных выходов, просто аварийных выходов из помещений. И там, где есть эти нарушения, мы обязательно будем сигнализировать федеральные структуры, которые имеют и могут наказывать руководителей за такое безобразие. А я, кстати, вам список торговых центров, где сняли фотографии, потом передам. Передайте, пожалуйста. Сергей Анатольевич, ну вопрос еще, конечно, по дорогам, потому что мы видели, что реализовывался уже второй год подряд проект «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровские пригороды. В прошлом году билел 400, в этом году миллион 800. Видно было, что работы ведутся, но вот с Краснореченской что-то не задалось. Вообще, каковы итоги года по проекту «Безопасные и качественные дороги?» Можно ли их подвезти или еще работы продолжаются? Что с Краснореченской? Потому что я вижу, что работники там еще есть, даже умудрялись в снег укладывать, асфальт. Лично видел. Рабочие там будут работать всю зиму, потому что Краснореченская у нас – это переходящий объект. И мы Краснореченскую закончим в 2019 году, дойдем до прогрессивной. Почему я говорю, что рабочие будут работать круглый год? Это не в том объеме, конечно, но будут вестись подготовительные работы, которые можно по технологии делать. Мороз? Да, мороз, например, укладывать ливневую канализацию, там лотки, трубы. Это технологической картой не запрещено. Выбирать грунт, который можно выбирать. Укладывать песчано-гравидную смесь, которая тоже не запрещена в отрицательной температуре укладывать. А вот именно основная работа – это асфальтирование, подготовка к асфальтированию, укладка, утрамбовка, проливка. Это будет проводиться все, конечно, в плюсовые температуры с началом весеннего, летнего периода 2019 года. А то, что вы говорите, укладывали в снег, это действительно такое было. Это была еще плюсовая температура. Это они укладывали не асфальт, а именно тот поверхностный слой, черновой слой для того, чтобы машины могли ездить не по песчано-гравидной смеси, а именно вот поэтому мы это даже не асфальт называем, а это та крошка, которая просто разбавлена битумом, и она позволяет водителям… Ну, хотя бы не попадать в яму. Да, не попадать в яму и не пылить на этой дороге. Вопрос от Нины Хабаровой. Молодой хабаровчанин, явно по фотографии молодой. Возможно ли построить футбольное поле с искусственным покрытием в северном микрорайоне? Да, возможно построить, возможно построить. Я бы мечтал, вы знаете, молодые ребята, спортсмены, да и родители, чтобы все наши поля в школах, где-то на дворовых территориях были с искусственным покрытием. Вот мы сдали недавно прекрасный стадион в 47-й школе, прекраснейший стадион с искусственным покрытием. Ну, просто душа радуется. Сегодня прорабатываем вопрос перестелить поле на футбольном поле в поселке Горького, это стадион «Заря». Сегодня будет совещание, у меня есть инвестор, который готов сегодня в Хабаровске работать и создать академию футбола. То есть это здорово, именно молодежную академию для молодых. Если уже заговорили про инвесторов, хочется вспомнить про торговый центр «Счастье». Какие перспективы? Потому что я, как житель окрестностей улицы Серышева, жду, когда же его дадут. Вы знаете, торговый центр «Счастье» готов на 100% к эксплуатации. Если сегодня распахнуть двери, туда могут зайти предприниматели и заниматься тем делом, в которое они вложили свои средства. Но, к сожалению, сегодня очередной процесс, вот мы здесь находимся, процесс проходит. Я не знаю, как решит суд и говорить мое мнение. Я сказал, что он готов на 100%. И он готов к эксплуатации. Я не понимаю, в чем интерес тюремного ведомства? Чего они добиваются? Ясно же, что не снесут уже, да? Чего они хотят? Я не знаю. Давайте мы дождемся решения суда. Я комментировать этого не могу, потому что решение суда – это основной документ, которым все будут руководствоваться. Хорошо. Давайте еще звонок послушаем. Раиса Григорьевна на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да-да. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Сергей Анатольевич. Сергей Анатольевич. Вот, я живу на улице Бондаре, в техническом институте. Еще Соколов жил, обещал нам, чтобы будет ходить автобус. Сделали два кармана. На двадцать пятом доме, на девять я сделали, и так все заплохло. Мне много лет я до остановки иду, целых двадцать минут. Остановка близняя – это техникум автодорожный. Что-нибудь будут принимать меры, или какой автобус будет, или одни обещания? Сергей Григорьевна, давайте я сейчас не готов вам ответить, мы разберемся, потому что вот все предложения, все просьбы, например, недавно мы организовывали новый маршрут, это у нас «Авангард», есть соединение с поселком Горького, и мы этот вопрос решили, и, значит, перевозчики с удовольствием идут на организацию новых маршрутов. Я сейчас приеду на работу, посмотрю карту движения автобусов, и мы что-нибудь придумаем, если это действительно факт, но это, конечно, не дело, когда 20 минут от дома идти до остановки. Ну да, там действительно, сейчас тем более новый микрорайон там возводится, достаточно значительный. Давайте еще вопросы социальных сетей послушаем. Есть еще один барак, который очень волнует хабаровчан, напротив мэрии в этот раз. Барак накрыт баннером уже, который год, что там происходит? А, это улица Ногишкина, получается, скорее всего. Ну, я возвращаюсь к теме развития застроенных территорий. Мы пытаемся на это место найти инвестора для того, чтобы, вы правильно говорите, центр города не очень здорово, и мне самому это неприятно. У нас такие бараки и на прудах стоят тоже довольно давно, поэтому, но еще раз повторяю, здесь много и субъективного, и объективного. Но я уверен и заверяю наших жителей города Хабаровска, что такие вот места, особенно в центре города, они будут... Ну да, знаете, недавно появилась информация. Могу не передать вопрос, сразу предупреждаю, острый. Вот как раз про окрестности мэрии, спрашивать, не слишком ли много средств тратиться на украшение самой мэрии, а вокруг там конь не валялся. Ну, лично я не согласен, мне приятно, когда мэрия красивая. Ну да, это ж визитная карточка города, тем более, это центр. Я бы хотел уточнить, что такое украшение в мэрии. Наверное, новогоднее вот это убранство. А с другой стороны, если не будет новогоднего убранства, надо же как-то создавать настроение. Да, если новогодняя иллюминация, ну, я сегодня за то, чтобы каждое административное здание было украшено новогодними. И новогодняя иллюминация возле каждого административного здания была ледовая фигура, там или еж новогодний, или поздравление жителей с Новым годом. Это нормально, это настроение, это вы правильно говорите. Ну, и понятно, что на это все нужно тратить какие-то определенные деньги. Не могу не спросить про новое имя для аэропорта. Сейчас у нас выходят три варианта, да, это Невельской, Муравьев, Амурский, Хабаров. Ну, лидирует два. Лидирует два, либо Невельской, либо Хабаров. Вот вы какого варианта придерживаетесь? Ну, я уже говорил на эту тему и призываю и прошу наших уважаемых жителей города Хабаровска. Для нас роднее, конечно, Ерофей Павлович Хабаров. Нина, радуйся. Да, Ерофей Павлович Хабаров. Нина Хабаров очень. Да, Ерофей Павлович Хабаров, это вот один из одиннадцати субъектовых столичных городов, где именно город назван именем того человека, кто проживал на этой территории, это Ерофей Павлович Хабаров, и город Хабаровск. Это такая гордость. И вот, представляете, приземляется воздушное судно в аэропорту Ерофея Павловича Хабарова. Ну, как это звучит гордо, красиво. Это и для гостей, да и вообще для всех. Ну что, телефонные звонки? Да, у нас есть звонок. Да, сколько раз, да? А, сорвался. Хорошо, вот вы знаете, мне интересно, мы вот недавно буквально с коллегами обсуждали идею по поводу того, как бороться с снегом, да, на дорогах, да, гололедом. И вот, например, посыпать песком, это, конечно, проверенный экологичный способ, и машину не портит, в отличие от той соли, которая седается. Ужасно грязно. Ну, ужасно грязно. И вот, например, в Скандинавии прокладывают трубы горячего водоснабжения как раз под трассой. Я понимаю, что это достаточно затратно, но, может быть, какие-то улицы действительно рассмотреть такой вариант, чтобы, ну, у нас просто снег весь испарялся, сделать водоотведение, и, соответственно, не рассматривались такие варианты? Ну, вы знаете, нет, такие варианты пока не рассматривались. Мне самому понравилось, когда я очень-очень давно был в Ниегате, и когда там просто снег смывают здоровье. Ну, ведь тут надо смотреть еще климатические условия Голландии, климатические условия города Хабаровска. Нет, ну, там имеются Норвегия, Финляндия. Ну, в принципе, в Скандинавии такая, северная северная. И, в принципе, там окупают, не сразу, но окупают, потому что меньше тратят денег потом на уборку снега. Я, друзья, с вами полностью согласен, что сегодня надо искать и смотреть, что удобно для жителей города Хабаровска. Можно подумать, сделать какой-то эксперимент. Сегодня технология позволяет у нас, электрические самогреющие кабеля проходят, они никакой угрозы для жизни не представляют. Можно посмотреть, еще раз повторяю. Ну, и тепло-то куда-то можно девать, соответственно. Да, ну, сегодня тепло в Хабаровске. Нет, я имею в виду от этих вот кабелей как раз-таки, потому что она никуда не... Давайте, ну, вспомним гиперболот инженера Гарина, да? Все его читали. Да. Утопия, но сегодня... фантастика. А сегодня же реалии. Лазеры, лазеры. Да, сегодня это реалии в жизни. Ну, почему бы нам сегодня не сказать, что да, действительно, может быть, это завтрашний день, когда у нас все тротуары будут обогреваться и не будут наледить. Вы должны вас прервать, потому что у нас программа заканчивается. Я понимаю, что мы не задали и половину вопросов, которые прислали, поэтому приглашаем вас снова. И заодно анонсирую завтрашний выпуск. Завтра мы познакомим вас немножко с закулисьем губернии, которая исполняется 20 лет. Мы же только что получили 10-й ТЭФе. Вот тот человек, который его нам привезет, эту статуэтку, придет в студию и расскажет. Да, он приземлился уже в Хабаровске, насколько мы знаем. Так что все уже подгорим желанием потрогать новую статуэтку ТЭФе. Спасибо большое, что вы нашли время, пришли к нам в студию. Напомню, что у нас в гостях был мэр Хабаровский, Сергей Ковчук.